МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала «Россия» продолжает программа «Вести Хакасия. События недели». С вами Марина Конодакова. Сегодня последний выпуск уходящего года. И вот о чем мы поговорим в ближайшие 40 минут. У Заяна Шушенской появилась младшая сестра, совсем крохотная, но ее энергию тоже дарит природа. Поэтические марафоны, туры библиомобиля и подарок музея Бахрушина. Год литературы в Хакасии прошел на ура и с пользой. Скидка по штрафам ГИБДД и второй загранпаспорт. Какие еще изменения ждут россиян с 1 января? 126 законов интересов жителей Хакасии. Депутаты подводят итоги законотворчества в уходящем году. Самые талантливые и примерные дети со всей республики кружили хоровод вокруг главной елки Хакасии. Какими подарками одарил их Детушка Мороз? Люди Света на этой неделе презентовали главное достижение года. В Абакане появилась солнечная электростанция. Крупнейшая в Сибири она, конечно, не идет ни в какое сравнение с Аяно-Шушенской ГЭС или Абаканской ТЭЦ. Но все же проект крайне важен для развития альтернативной энергетики. Не случайно премьер Дмитрий Медведев захотел, пусть и на расстоянии, стать свидетелем исторического события. Подробности в следующем репортаже. Национальный колорит и новейшие технологии. Хакасский шаман просит благословения духов на работу солнечной электростанции. Отказ древних здесь вряд ли возможен, когда в ретэкологии от такого объекта равен нулю. Главный ресурс – небесное светило. С учетом того, что среднегодовое количество солнечных дней в республике примерно 310, сами древние духи разрешили иметь нам такую энергоновинку. Не так много регионов, где можно построить солнечную энергетику. Помимо Крыма, Краснодарского края, как ни странно, это Хакасия, Забайкаль и даже Якутия. Тем не менее, удивительно видеть такие электростанции на севере. Тем не менее, это работает. Установленная мощность Абаканской станции – 5,2 мегаватт. На площади в 18 гектаров установлены более 20 тысяч солнечных модулей. Исторический пуск крупнейшей в Сибири солнечной станции в режиме телемоста наблюдал премьер Дмитрий Медведев. Во всем мире альтернативные источники являются одним из самых перспективных направлений развития электроэнергетики. Несмотря на то, что у нас в стране колоссальные запасы традиционных видов топлива, мы должны рационально использовать все природные богатства. Строить экологически безопасные станции, которые работают на энергии солнца, ветра и воды. Как сообщают энергетики, так сказать, основной продукт этой солнечной электростанции – электрический ток будет поступать в общую систему, ну и, разумеется, его часть запитает Абакан. Отмечу, что солнечная электростанция в Хакасии не только крупнейшая для Сибири, но и большинство ее комплектующих созданы в сибирских регионах. Это и Красноярский край, и Иркутская область, город Ангарск. Кстати, даже сейчас в такую пасмурную и студеную погоду она продолжает вырабатывать электричество и останавливается только ночью. Чтобы понять, насколько эта станция полезна, нужно сравнить цифры. В год она может покрыть потребности одного района Абакана. Для ТЭЦ такое количество энергии обойдется в 3,5 тысячи тонн угля, что создает более 8 тысяч тонн парниковых газов, сообщают авторы проекта, при этом подчеркивая, среди главных плюсов новинки – именно экологичность. Сегодня глава Хакасии отметил большие перспективы проекта. Мы очень надеемся, что мы будем все-таки еще и экспортировать эту продукцию. Мы буквально после Нового года принимаем неординарные для себя шаги. В частности, то есть, что республика тоже готова участвовать в этом проекте и субсидиарно, и дотационно, потому что нужно помогать инвестору и в налоговой базе. Остается добавить, что территория позволяет вывести солнечную станцию на мощность с 5 мегаватт до 50, а объем инвестиций оценивается в 600 миллионов рублей. Окупится такой экологический энергообъект примерно через 10 лет. Новые социальные законопроекты рассмотрели на этой неделе депутаты Верховного Совета. Чьи интересы они защищают и как в целом прошел год для парламентариев? Смотрите в нашей традиционной рубрике. Заключительно в текущем году заседание Президиума Верховного Совета оказалось богатым на социальные законопроекты. В частности, руководители парламентских комитетов и комиссий одобрили поправки в закон о социальном обслуживании граждан. Дополнение расширяет перечень услуг по линии Министерства труда. У нас в законе обозначены 36 позиций, которые мы должны оказывать услуги гражданам, которые находятся на домном обслуживании. И там, допустим, есть такая позиция, как толка печень. Она есть. Она оказывается, может оказываться платной, бесплатной, но перечень есть. Но нет, допустим, такой позиции, как толка дров, складирование дров. Закон такое право нам дает, что дополнительные услуги, которые нет в перечне бесплатных услуг, которые мы предоставляем этой категории. Но по письменному их согласию и заявлению, можем эти оказывать услуги за плату и так далее. По мнению авторов проекта, расширение перечня повышает качество и эффективность предоставления услуг тем, кто в них нуждается. Подводя итоги общей работы депутатского корпуса в текущем году, Владимир Штыгашев поблагодарил парламентариев за работу. В 2015 году мы приняли с вами 126 законов. При этом из них 67 были внесены главой республики, председателем правительства Виктором Михайловичем Зимяным. Правительством. 50 депутатов Верховного Совета. 4 внесены прокурором республики Хакасии. Мы тоже это считаем позитивным. Контрольно-счетная палата, избирательная комиссия, и советами депутатов ряда районов, в частности Бейского и Ширинского. И нам действительно удалось обеспечить, выполнить план законопроектной работы в 2015 году. Сейчас мы завершаем уже подготовку плана законопроектных работ. Идет, собственно, у нас уже подготовлен, идет доработка, совершенствование. И я думаю, что мы его примем. Я хотел бы сказать, что мы все ответили обществу на вызов, который нам бросила с одной стороны стихия, возможно, в чем-то и разгильтайство, неподготовленность наша. Это пожары весной 12 апреля этого года. Действительно, это испытание было для всей нашей системы, для экономики Хакасии. Но я сегодня хочу здесь еще раз огромную благодарность президенту страны, правительству Российской Федерации, за огромную помощь, которая нам была оказана. Пожалуй, наиболее существенный закон, принятый на сессии парламента, это закон о бюджете Хакасии. По признанию властей, финансовый документ создавался в сложных экономических условиях, но все же остался социально ориентированным. Подавляющее количество программ остаются в работе. Плюс к этому, в третьем чтении принято несколько десятков поправок от Верховного Совета, касающихся поддержки самых разных слоев общества, будь то фермеры, молодежь или сироты. Так или иначе, бюджет принят с 5-процентным дефицитом. Комментируя принятый документ, депутаты отметили, что сейчас Хакасия переживает не лучшие времена. Вы все знаете закрытие предприятий с вершиной Теи, вот сейчас Абазана подходит. Поэтому мы считаем, что год мы прожили, ну, как бы проще сказать, своими словами, посредненькому, да, увеличилась опять долговая нагрузка. Конечно, есть хорошая тенденция замены коммерческих кредитов на государственные, но это все равно кредиты. И когда государство нам же дает наши же деньги, опять же, нам же в кредит, как бы вот эта ситуация нам, конечно, непонятна. Мы считаем, что всю задолженность, которую накопила республика, все-таки наши правительства должны упростить, как всем субъектам Российской Федерации, и начинать действительно создавать бюджеты будущего, создавать новые рабочие места. А вот основа критерий. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас это в этом плане большое проседание. Я хотел бы сказать, что образовались там некоторые задолженности. Образовались задолженности по зарплате, образовались задолженности по электричеству, отмечения было электричеством. Но вот сегодня я начался, задал Семену Юрьевичу этот вопрос о том, какие эти трудности были, будут ли они погашены до Нового года. Семен Юрьевич четко и ясно сказал, что с теми деньгами, которые пришли к нам в федеральные бюджеты, и сегодня мы их приняли, мы их сегодня приняли для того, чтобы погасить все, что на этом году у нас образовалось, потому что этот год действительно был трудный. Разрушительные апрельские пожары также внесли свои коррективы в жизнь республики. Тысячи жителей в один момент лишились имущества и жилья. Федеральные власти практически сразу после случившегося приняли решение выделить Хакасии 3 миллиарда рублей на восстановление. За несколько месяцев республика буквально восстала из пепла. Стоит отметить, что помощь в восстановлении оказали разные регионы страны. На минувшей сессии в рамках правительственного часа министры отчитались, стройка в Хакасии завершена. Работа проделана просто колоссально. И сегодня четыре руководителя, четырех ведомств дали информацию, подробную информацию о том, какая работа была выполнена, какая помощь оказана людям. Сегодня работа еще не завершается, не закончена. Ее нужно продолжать. Нужно решить те проблемы, которые сегодня, их достаточно много, может, не столь значительных и больших, но они есть. Нужно решать проблему каждого человека, кто заселился, не заселился. Нужно оказать помощь в оформлении документов на землю, на строение, причем оформление и постановка на кадастры учет, так и оформление в собственность. Там, где в собственность люди не пожелают оформить, нужно оформлять арендные отношения. Вот такая колоссальная работа еще предстоит, и мы договорились, что темпы этой работы не будут снижены. В целом, законодательные процессы у нас в республике в соответствии с планом, который мы работали и принимали, они касаются всех сфер деятельности, начиная от принятия основного закона, принятия бюджета и заканчивая многими и конституционными законами, и законы, которые комитеты вносят. Поэтому я думаю, что мы справились, поэтому хотелось просто пожелать всем с наступающим праздником, хотелось, чтобы Новый год был на самом деле благоприятным. На этой неделе не стало известного журналиста Татьяны Ижовой. Трудно найти более преданного своей профессии человека, чем она. Как ей удавалось до конца сохранить интерес к телевидению, оставаться неравнодушным и честным журналистом, честной перед зрителем и перед самой собой. Наверное, секрет в том, что она по-настоящему любила свою работу. И в 25, и в 50, и в 60 лет Татьяна Сергеевна брала микрофон и ехала на съемку, чтобы узнавать то, что важно для нас с вами. Она начинала свою карьеру как раз в ГТРК «Хакассия» и была примером той старой, в хорошем смысле слова, школы, которая актуальна во все времена и на любом телевидении. А еще своим трудом она доказывала главный постулат журналистики – работать в интересах людей. Не случайно Татьяна Сергеевна трижды была депутатом Верховного Совета «Хакассии», и не один десяток обращений телезрителей стали поводом для ее депутатского запроса. Она не представляла своей жизни без работы, уже на пенсии готова была делиться своими знаниями и опытом, всей душой стремилась оставаться в центре общественной жизни. Но, увы, судьба не дала ей такой возможности. Но главное ей удалось. Совершенно заслуженно Татьяна Сергеевна Ежова пользуется уважением и любовью своего телезрителя. Субтитры создавал DimaTorzok В эфире «Вести Хакассия» события недели. С вами Марина Конодакова. В «Хакассии» завершился год литературы. За это время культработники провели массу мероприятий для повышения статуса книги и ее творцов. Итоги подвели на торжественном собрании в Драмтеатре. С надеждой на то, что с окончанием года литературы внимание к писателям не уменьшится, Олеся Калиниченко. Писатели, журналисты, театральные деятели, сотрудники библиотек и работники культуры. Все эти люди провели большую творческую работу, чтобы год литературы в «Хакассии» прошел на отлично. Подведя итоги, все прекрасно понимали, что нельзя в самой читающей стране мира просто взять и поставить точку в таком масштабном проекте. Мы надеемся, что год литературы в этом году не заканчивается, плавно переходит и дальше, потому что те ростки, те зателы, которые мы сумели заложить в этом году, они непременно найдут продолжение в будущем, особенно вы увидите, сколько детских проектов, сколько сегодня страна читали, сколько детская библиотека за год провела мощных, интересных, содержательных мероприятий. В последние годы в республике большое внимание уделяется поддержке писателей «Хакассии». Не только мэтров, но и тех, кто только пробует себя в непростой, но интересной профессии. Три года назад были учреждены литературные премии «Именные стипендии» главы республики. В итоге премию Николая Доможакова в этом году получил писатель Геннадий Синельников, а премией Моисея Баинова удостоилась Галина Казачинова. «Именными стипендиями» Виктора Зимина награждены молодые литераторы, поэтесса Полина Кандаурова и студентка Хакасского университета Мария Окунева. Я начала писать, как все, довольно рано, лет в шесть. Потом это вышло на профессиональный уровень. Я закончила литературный институт имени Горького в Москве. Получила несколько премий, таких довольно значительных, в том числе премия Астафьева. Так что и довольно много печаталось, в том числе и в толстых журналах. Поэтому я считаю, что у меня уже хороший уровень. Основная нагрузка проведения мероприятий в год литературы легла на плечи библиотекарей. Они придумали и воплотили в жизнь десятки интересных проектов. Так Национальная библиотека имени Доможакова проявила поэтическую эстафету «Я помню, я горжусь». Она длилась 40 дней. В ней приняли участие более 5000 человек. Стартовала в городе Абакану около Вечного огня. В день поэзии закончилась в Аршеникице. В день, когда 70 лет назад над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. Мы вот этим проектом объединили, я считаю, всю Хакасию, все поколения. А самому старшему чтецу было 91 год, а самому младшему – всему 6 лет. Настоящим подарком всем жителям республики в год литературы стал библиомобиль. Комплекс на колесах оснащен современным оборудованием, интернет-связью и самой востребованной литературой для взрослых и детей. За 10 месяцев библиомобиль совершил 180 выездов, проехав более 10 тысяч километров. На церемонии особо отметили работу Республиканской детской библиотеки. За год они реализовали несколько проектов, получили грант 300 тысяч рублей и 200-300 тысяч на покупку книг из резервного фонда президента России. Год литературы – это прежде всего дети, это прежде всего читающие дети, творческие дети. То есть мы заинтересованы в том, чтобы наши дети читали, обменивались книгами, обменивались мнениями. И поэтому это самое важное на сегодняшний день. Шикарный подарок на церемонии закрытия библиотекам Хакасии преподнес Государственный театральный музей имени Бахрушина. 2200 книг по искусству в ближайшее время будут распределены по общественным библиотекам Республики. Астрологи уверяют, что год огненной или красной обезьяны будет активным и непредсказуемым, и жизнь наша может резко измениться. Верить или не верить прогнозам – личное дело каждого. А мы расскажем о том, что точно ждет жителей Республики с января. Ведь это решение правительства. Итак, хорошая новость для автолюбителей. С нового года ГИБДД вводит скидки для тех, кто вовремя платит штраф за нарушение правил дорожного движения. Если прийти в кассу в течение 20 дней, то платить надо не всю сумму штрафа, а только половину. Заметим, что данная скидка не распространяется на правонарушения, связанные с употреблением алкоголя, и на повторные нарушения правил дорожного движения. Лучше не копить долги, иначе можно лишиться водительских прав. С 15 января приставы получили право наказывать тех, кто имеет долг от 10 тысяч рублей и выше. Базу данных таких должников они передадут автоинспекторам, так что езда на автомобиле алименщикам и другим злостным неплательщикам будет заказана. И за коммуналку лучше платить сразу. Штраф за просрочку вырастет в среднем в 2,5 раза. Просрочка считается срок от 3 месяцев. Размер наказания – 1,130 ставки рефинансирования Центробанка. На сегодня жители республики задолжали более 600 миллионов рублей по услугам ЖКХ, не считая взносов за капремонт. Федеральные трассы станут платными для транспорта грузоподъемностью свыше 12 тонн. До мая действует льготный период, когда нужно успеть зарегистрироваться в системе Платон. А зачем за проезд придется платить? 3 рубля за километр. В Хакасии проходит одна федеральная дорога – М54 – на Красноярск и Кызыл. С нового года россиянам разрешат иметь второй загранпаспорт. Он будет оформляться на срок действия первого документа. Делается это для избежания конфликта интересов, когда человеку, к примеру, нужно и в Израиль, и в арабские государства. Кроме того, с января в ряде регионов в тестовом режиме начнут выдавать не обычные бумажные паспорта, а пластиковые карты с электронным чипом. Если эксперимент пройдет удачно, новшества ведут по всей стране. И, наконец, для всех квартир, купленных после 1 января 2016 года, будут действовать новые налоговые правила для освобождения от уплаты 13% налога при продаже. Увеличен срок владения квартирой – 5 лет вместо 3, а также установлен нижний предел налоговой базы – 70% от кадастровой стоимости. Ранее таких ограничений не было. Чем раньше начнешь, тем дольше радуешься празднику. В этом году республиканские власти решили не затягивать с открытием елки на Первомайской площади. За 10 дней до Нового года она зажгла свои огни. А в пятницу одаренные дети со всей Хакасии были приглашены на торжество, устроенное Дедом Морозом и главой Хакасии. «Колдовство разрушится только на древней благодатной земле Хакасии». На открытии главной елки республики сотни жителей и гостей города увидели сказочное представление, где щелкучий, хакасский Дед Мороз и древние духи оказались на одной сцене. В необычной интерпретации известной новогодней сказки «Щелкучик» принц, заточенный в тело куклы, попадает в Хакасию, и злые чары не спадут, пока он не познает всем чудес республики. Вспечатляющего лазерного шоу открылось торжество. Древнейшая обсерватория, музей-заповедник сундуки. Ты получил благословение небес. Озеро Белё – самый большой минеральный водоем Хакасии. Ты получил целебную силу озер. Горный хребет Аглахты – крупнейшее в Хакасии местонахождение памятников древнего искусства. Однако без помощи белого старца Ах-Апсаха Щелкунчика не удалось бы спасти. Хакасский Дед Мороз дал сил древним духам, которые освободили его. Иначе принцу пришлось бы ждать весны, когда в Челпазе духи обретают силу. Сон в новогоднюю ночь, как и полагается, завершился чудом. Принц был расколдован. И несмотря на то, что до долгожданного дня осталось еще несколько дней, зарядившись настроением поздравить с наступающими праздниками друг друга спешили все. Мы самая лучшая страна в мире, мы самый лучший легион в стране. Я вас с этим поздравляю, желаю счастья, еще раз здоровья и поздравляю с наступающим 2016 годом. Кульминацией сказочного мероприятия стал захватывающий салют. Открытие елки стало практически репетицией Нового года. Настроение новогоднее хорошее, всех с Новым годом. Мне очень понравился салют. Я елочку видела. Елочку она видела. На правительственной елке в драмтеатре гостей собралось поменьше. 600 маленьких жителей республики, но все они необычные дети. Утренник по традиции проводят для одаренных будущих ученых, художников и музыкантов. В числе лучших лауреатов творческих конкурсов и фестивалей победители межрегионального и всероссийского уровней. Алина Троценко на елке губернатор уже не первый раз. Девушка – многократная победительница всероссийских олимпиад по русскому и английскому языкам и литературе. Я уже в пятый раз здесь. Ну и мне очень нравится. Мне кажется, это большой стимул для всех. Утренник для талантливых детей открыли аттракционы и конкурсы у елки. Будущие ученые, художники, музыканты и спортсмены делились впечатлениями и хвалились своими костюмами. Здесь же их ждал первый сюрприз – живой символ 2016 года. Обезьяна приветствовала гостей и все желающие смогли с ней сфотографироваться. Причем животное соответствовало новогоднему дресс-коду. Восторгу детей не было предела, особенно для тех, кто пришел на правительственную елку впервые. Например, Женя Берж. Будущий знаменитый певец, как он себя называет. Мальчик честно признался, когда получил приглашение, даже затанцевал от радости. Хотя Женя уже, можно сказать, звезда эстрады. Я был на конкурсе «Хрустальные звездочки». И там была серебряная звезда такая, большая, и хрустальный такой фейзистал. Занял два приза – приз зрительских симпатий и первое место. Но больше всего Женя, как и все гости, ждал к сказку «Морозка». История о Настеньке, ее злой мачехе и сестре стала лучшим подарком для детей. Волшебные декорации и игру актеров зрители запомнят надолго. Так какие там шутки, какие забавы. Что заслужили, то и получили. По словам организаторов, недостатков талантливых детях Акасия точно не испытывает, а наоборот. Тех, кто заслужил попасть на правительственную елку, очень много, поэтому отборочной комиссии приходится трудно. Примечательно, что здесь дети из далеких и малых сел. Это говорит о том, что образование в селе тоже неплохое, то есть тоже развивается. Кульминацией праздника стало дефиле маленьких гостей в карнавальных костюмах и их заслуженные подарки. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов. Вестих Акасия. События недели. Массовая истерия в канун Нового года с годами никуда не уходит, а только крепнет. Самые читаемые в это время прогнозы астрологов. И россияне повально забывают о родной культуре и с головой уходят в китайскую мифологию. Видимо, так легче верить в лучшее. Наталья Гармашова не имеет ничего против этого, но накануне праздника она решила выяснить, как торговцы эксплуатируют нашу веру в восточные символы и какой он характер хозяина года. Зимой в террариуме зоопарка постояльцев становится в разы больше, чем в теплый сезон. Соседи рептилий и грызунов сегодня пернатые и обезьяны. Последние – постоянные любители публики. Коллекция, хоть пока и небольшая, всего шесть особей, однако все обезьяны разных видов. В числе долгожителей зоопарка Павианга-Мадрилы два макака – Медвежий и Иванский. Оба Яши и оба с характером. Почему любят макака, медвежий, Ваяшу? Потому что он заигрывает с посетителями. Он взрослый, ему нужно общение, но и у него общение бывает коварное такое. То есть что-то отобрать, но общаться он любит, конечно. Общение и ласку любит и Мишель. Мартышка – зеленая. Название полностью соответствует окрасу шерсти обезьяны. Мишелька, иди сюда. Ну, иди сюда. Вот так. Вот так. Что тебя погладить? Как тебя погладить? Спинку? Животик? Давай, давай. В этом валиере мирно соседствуют мартышки-девочки. Белоноса и Мангабей Золотой. Сотрудники Центра природы мечтают о том, чтобы подобрать им пары. Тогда можно будет ждать потомства. С этой целью не раз обращались к коллегам из других зоопарков, но по заказу мальчики не рождаются. Придется подождать. Не исключено, что в будущем появится подружка и у этого питомца. Мартышка-игрунка живет обособленно от собратьев. За стеклом в теплом домике. Климат здесь, как в жарких странах. В наступающем году обезьянам особое внимание. Символ года все-таки. Героям торжеств принято дарить подарки. Мы так скромно пригласили наших посетителей, что в год обезьяны, может быть, они примут участие, подарят нашим обезьянам какие-то игрушки. Вообще им, конечно, интересно все, но самое все, что мы просим, игрушки какие-то, чтобы резиновые были. Встретить символ 2016-го по восточному календарю – это огненная обезьяна. Сегодня можно и на торговых прилавках. Разнообразие сувениров-мордышек зашкаливает. Керамические, глиняные, тряпичные, выполняющие функции копилок и шкатулок, украшающие настенные календари и посуду, казалось бы, чем не подарок к Новому году. Однако у Абаканцев на этот счет свое мнение. Я, получается, делала своими руками подарки своей бабушке, маме, брату, папе, друзьям. Ну и, естественно, конфеты туда идут, всевозможные украшения на елку. Это вообще мой год, получается, год обезьяны. И, следовательно, я тоже в каждый подарок ложу маленькую обезьянку. Во всяком случае, не вот эти банальные обезьянки. Ну, не знаю, мне кажется, они такие примитивные, что должно быть для дома. Ну, я так по-женски думаю. Качественного года не выпадает. Прежде всего, хорошее настроение, благополучие. Близкие, всем здоровья. С подарками так или иначе разобрались. Время составлять меню для новогоднего стола. Шампанское, курица завеченая. Обязательно баранинушка. Это у нас уже сколько лет. Фрукты это будут, а бананы обязательно. На центральное блюдо стола, любимое лакомство обезьян, бананы, жителям Хакасии придется потратить немалую сумму. Фрукт уже начал дорожать. Если в ноябре цена на бананы упала на 8%, то с начала декабря уже возросла почти на 10,5%. А впереди еще самая коварная предновогодняя неделя. Ценники на фрукты и на многие другие продукты в этот период времени обычно вновь меняются. Причем не в лучшую для покупателей сторону, отмечают в Хакастате. Между тем, к этим затратам традиционно добавляется еще и покупка новогоднего наряда. Астрологи на этот раз рекомендуют выбирать огненные оттенки платьев и костюмов. Например, красный, оранжевый, коралловый. Главное, чтобы вещь была удобной. Еще астрологи предупреждают. Год огненной обезьяны будет событийным, стремительным под стать характеру и динамичности своего покровителя. Строить серьезные планы и ждать глобальных перемен в 2016 смысла нет. Мартышка непредсказуема, все сделает по-своему. Наталья Гармашова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия, события недели. 2015-й уходит. Для республики и в целом страны он отметился разными событиями, не всегда позитивными. А что важного произошло в личной жизни наших телезрителей, мы решили узнать, выйдя на улицы города. Ребенок родился у меня. Все самое важное в моей жизни. Кое о чем пришлось задуматься и все свои плохие мысли, где-то, может, какие плохие поступки я совершил, это оставлю в прошлом и никогда больше об этом вспоминать не буду. Фотографирую и доволен, счастливый, когда я с фотоаппаратом по природе в Хакасии хожу. Мой брат приехал в жизни. Когда он в Питере, я его два года не видел, но и вот он переехал. Я сильно очень радовался. У меня, наверное, брат родился, мама родила. У нас разница практически 21 год. Я попал в команду Саяна Хакасия, начал играть в хоккей. Это самое главное, что у меня произошло в жизни. В этом году у нас внучок не только стал разговаривать ему, активно разговаривать самостоятельно, но и читает нам сейчас стихи. Чего вы ждете от года будущего? Счастье. Семье самое главное, чтобы была в стране стабильность. Больше ничего. Жду новых побед в творчестве. Жду от нашего государства более грамотных, принятия грамотных решений. Я еще жду перемен, потому что мне 60 лет исполнилось в этом году. От будущего года я жду преданности своих друзей. Это главное. И карьерного роста. Чтобы все, что не очень такое позитивное осталось, пусть останется в этом году. А все самое лучшее, все, что мы хотим, пусть пойдет с нами дальше в следующий год и будем жить хорошо. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам всего самого доброго и до встречи в новом году. Пусть он будет лучше, чем год уходящий. С наступающим праздником вас, дорогие телезрители.